Здесь вовсю кипит работа, а ведь еще недавно эта стройка считалась проблемной. Дворец водных видов спорта в Саратове ждут не один год. И только после вмешательства спикера Госдумы Вячеслава Володина, дело сдвинулось с мертвой точки. Накануне на стройке побывал и губернатор Валерий Радаев. Ну это мощнейшее современное сооружение, мирового уровня, не побоюсь сказать. Поэтому надо все отрабатывать так, чтобы все требования подходили под мировое оборудование. Строительство объекта началось в 2014 году, однако было прервано из-за проблем с финансированием. В 2019 году Дворец водных видов спорта вошел в национальный проект президента «Демография» и работы возобновились. Сейчас строители завершили бетонирование чаши бассейна, почти закончили кирпичную укладку стен, смонтировали перекрытие крыши. Уходим из чаши, мы 24-го числа немножко сбились с графика, то есть хотели на 22-23-й залить, но на 24-й переходим, все качественно. Бассейн мы заливаем, если все хорошо, то нам непогодные условия не помешают, то планируем где-то, наверное, в конце марта сдать всю плату. Единственное, только вот здесь сейчас это останавливает скорость высоты. Каждый день на стройке задействованы более 100 человек. Как отметил глава региона, в конце 2020 года спортивное сооружение должно принять первых саратовских пловцов. Павел Фитилев, Олег Бирюков, Саратов, 24.